Так, друзья, всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на второй серии захватывающего блокбастера под названием «Полезные трюки при работе в Excel». Сразу хочу сказать, кого я камеру на всякий случай включил, кого вот это вот будет пугать или раздражать, я думаю, вы в курсе, что можно скрыть эти настроечки, чтобы, в общем-то, вас ничего не отвлекало. Теперь давайте я представлюсь. Меня зовут Митрохин Андрей. Я уже более 14 лет работаю в среде Microsoft Office, являюсь сертифицированным тренером продуктов Microsoft и также являюсь преподавателем в учебном центре «Специалист» по курсам Excel. Сейчас давайте с вами разберем пару организационных моментов. И первый организационный момент связан с рабочими материалами. Я сейчас в чат скину ссылку на Яндекс.Диск. Кто, смотрите, сейчас я это сделаю, кто хочет вместе со мной попробовать успеть все, что я буду показывать, вы можете сейчас пройтись по этой ссылке и скачать. Там будет презентация и там будет рабочий файлик. Либо вы можете все равно скачать эти материалы и на всякий случай скажу, что также они есть в личном кабинете на странице нашего с вами вебинара, либо вы в любом случае скачиваете. И если сейчас не успеваете, то потом уже в спокойном для себя режиме, спокойное для себя время вы можете все это попробовать повторить. Здесь важный момент, смотрите, который нужно обязательно учитывать. Формат мастер-класса не подразумевает то, что мы с вами здесь будем проходить полноценное обучение. У нас всего лишь 45 минут, которые я скорее всего нарушу. То есть может быть мастер-класс будет длиться чуть дольше, нет, не 2 часа, но плюс-минус там где-то 10-15 минут может. Потому что тем всегда много, хочется вам много всего рассказать и 45 минут не всегда хватает. Вот, поэтому полноценного обучения нет. Первая цель мастер-класса это показать, что в Excel так можно, а дальше уже вы потихонечку, да, либо самостоятельно, изучая информацию в интернете, либо приходя к нам на курсы, погружаетесь в эту тему. Это вот первый момент. Второй момент, который тоже очень важен, но мы к нему вернемся позже. Потому что Алексей спрашивает, напишите, как будет звук. Уважаемые слушатели вебинара, напишите, пожалуйста, в чат, что звук есть. Потому что мне-то говорить Алексею бессмысленно, судя по всему, то, что он меня не слышит. Да, тогда Алексей сейчас увидит, что звук есть. Но тут, к сожалению, я Алексею не помогу, потому что у всех есть, а у Алексея нет, значит, что-то на его стороне. Так вот, смотрите. О, Dolby Surround, Борис, да, класс. Второй важный момент, про который достаточно часто тоже слушатели мастер-класса спрашивают, будет ли запись. Итак, как мне рассказали наши организаторы, запись будет доступна слушателям, у которых оформлена так называемая S-подписка. Давайте я сейчас буквально пару минут этому уделю, расскажу, что это такое. S-подписка – это такой специальный сервис, который, в числе прочего, предоставляет вам доступ к записям более чем трехсот различных мастер-классов и вебинаров. Там на любой вкус и цвет. Там и про Excel, и про Word, и про Outlook, и про Visa, чего там только нет. Также там присутствует, есть закрытый чат, да, такой чат, который является таким неким аналогом образовательного сообщества, где присутствуют как подписчики, так и преподаватели. То есть там тоже можно задавать различные вопросы. Самый волнующий вопрос, само собой, сколько это все стоит. Смотрите, я подготовил слайд, но прежде чем про него говорить, поставьте в чат единицы, кто любит кофе, кто кофе покупает и не начинает свой день, не выпив чашку бодрящего, ароматного кофе. Так, вижу. Отлично. Тогда слайд как раз таки для вас. Ну, если среди нас есть любители чая, кто не пьет кофе, но чай, ну тоже, в общем-то, я думаю, может вам подойти. То есть, смотрите, запрос в интернете. Бегал я, пробежался по этой теме. Мне было интересно, сколько среднестатистический россиянин выпивает стаканов кофе, именно которые покупает в год. И, в общем-то, пара статей выдала цифру 260. Визуально это выглядит вот так. Вот примерно столько стаканов кофе мы с вами выпиваем за год. При средней стоимости, там плюс-минус где-то 170 рублей за стакан. Так вот, чтобы позволить себе подписку, там есть различные варианты, я чуть позже на нее тоже ссылку скину, кому интересно, почитайте. Чтобы позволить себе подписку на S-Club, нужно пожертвовать. И слово «пожертвовать» здесь будет в кавычках вот таким количеством. То есть, всего-то отказать себе в одном стакане в месяц. Именно столько, в общем-то, будет стоить вам с подпиской, если вы сразу ее оформляете на год. То есть, где-то там в районе 166 рублей в месяц. Поэтому, здесь, безусловно, никто никого не заставляет, вы решаете все сами. Но я решил вот так вот попробовать с помощью пойти к тяжелой артиллерии и с помощью визуализации показать вам, насколько это… не надо брать ипотек, кредитов для того, чтобы S-подписку оформить. Ну вот, такая вот вещь. Для тех, кто скачает рабочие материалы, в принципе, ссылка на страницу с S-подпиской будет в самой презентации. Для тех, кто, например, не будет скачивать, давайте я сейчас тоже на всякий случай скину ссылку в чат. И кого интересует, проходите. А, кстати, если там еще вроде есть такой момент, что если вы подпишетесь, а потом еще проведите какой-то курс, то вам деньги за подписку в виде кэшбэка вернут на последующий курс. Ну, то есть практически получится даром. Хорошо. Теперь вроде бы так, как с организационными моментами закончено, давайте переходить к нашему основному материалу. Что мы сегодня с вами разберем? Я подготовил семь небольших трюков и приемов. Будем начинать с простенького и заканчивать тоже простенького. А вот в середине будет самое такое сложное, самое такое объемное. И с простенького. Это клавиша Shift. И что можно делать с зажатой клавишей Shift, работая со строчками и столбцами? А можно делать, на самом деле, две достаточно интересных вещи. Это первое. Второй момент. Мы разберем сочетание клавиш Alt равно. Но кто уже недовольно покачивает головой и говорит, так Alt равно это сумма. Не торопитесь. Я знаю, что Alt равно это сумма. Но возможно, возможно, я покажу вам то, чего вы не знаете. То, как можно использовать Alt равно, чтобы еще свою жизнь, упростить, когда тебе нужно что-то суммировать, упростить. Следующая тема. Это будет группировка данных. Посмотрим, как в Excel можно данные группировать. Причем там мы и на Excel целиком и полностью положимся. И попробуем сами все это сделать. Твердая тема. Посмотрим, как вводить формулы сразу на нескольких листах в одной и той же ячейке. Причем не только формулы, там еще поговорим и про форматирование одних и тех же ячеек. Но сразу, не знаю, на 5, на 10, на 20 листах. Суть и делать не поменять. Пятая тема, наверное, будет самая объемная. Поработаем с расширенным фильтром в Excel. На самом деле немногие знают, что он, оказывается, существует. Но порой его ценность, она, в общем-то, неоценима. И две последних темки. Они небольшие. Темы, которые достаточно часто возникают, как во время обучения, именно вопросы. И слушатели, которые присылают свои рабочие вопросы, тоже с этим задают. Но на занятиях не всегда я успеваю про это рассказывать. Поэтому решил это вывести сейчас в мастер-класс. Шестая тема – это как преобразовать число, которое при выгрузке из какой-то корпоративной системы сохранено в виде текста. И седьмая тема – это как избавиться от непечатаемого пробела. Также часто это происходит при выгрузке данных из корпоративных систем. Там есть такой пробел в разрядности, но ты выделяешь, пытаешься его заменить, пробел на пусто, и ничего не происходит. Вот посмотрим, что с этим делать. Это если голопом по Европам пробежаться по нашим темам. И, в принципе, на этом организационную часть я готов завершить. Поэтому, кто папку скачал, у кого есть желание вместе со мной сейчас успеть все это проделать, открываем файлик «Рабочий», сейчас он открывается, и давайте приступим. Начнем с клавиши «Shift». То есть, смотрите, первая задачка, которую я хотел бы рассмотреть, это когда нам нужно столбцы в лице поменять местами. Например, я хочу код сотрудника перетащить вот сюда, чтобы он был между кодом клиента и между получателем. Самый неоптимальный вариант это делать – это вставить столбец перед тем, куда ты его хочешь перетащить, потом вот этот столбец вывязать, потом сюда его вставить. Я уже даже говорить устал, а уже делать это тем более. А потом вот этот еще и удалить. Ну и долго. Нет. Вариант чуть попроще. Выделяешь столбец, который тебе нужно куда-то там перетащить, вырезаешь его с помощью сочетания клавиш «Ctrl-X», потом выделяешь столбец, перед которым тебе его нужно скопировать, и вот здесь вот выбираешь «Вставить вырезанные ячейки». Но именно через правую кнопку мыши. Банальное «Ctrl-X», к сожалению, с клавиатуры снова сделает, вот я нажимаю «Ctrl-X», а потом сюда нажимаю «Ctrl-V», ну вот видите, оно не работает. Поэтому здесь снова там правая кнопка мыши, что-то здесь выбирать. Так вот, да, Дарья, спасибо огромное, что вы скинули ссылочку, я хотел как раз логическую часть закончить, потом скинуть, но спасибо вам огромное. Вот смотрите, что на самом деле можно, чтобы менять столбцы или строчки в таблице местами без вот этих вот правых кнопок мышек, вообще безо всего. Выделяем тот столбец, который мы хотим куда-то там перетащить, дальше зажимаем «Shift», это кнопка, которая над «Ctrl», а потом идет самый сложный момент, к которому просто нужно привыкнуть. Наводим курсор на границу вот этого столбца, ловим момент, когда курсор становится такой четырехнаправленной стрелочкой, черной в разные стороны, и с зажатой левой кнопкой, то есть у меня «Shift» зажат, это раз, навожу курсор на границу, зажимаю левую кнопку мыши и тащу столбец. И сейчас вот главное поймать момент, вот эту перекладину зеленую, куда ты хочешь этот столбец вставить. Вот он мне указывает, что сейчас этот столбец появится в «B», отпускаю левую кнопку мыши, отпускаю «Shift», все, столбец перемещен, без всех вот этих вырезов, копирований и так далее и тому подобное. То есть еще раз, выделил столбец, зажимаю «Shift», навожу курсор на границу столбца, вот это самый такой тонкий момент, но пару раз, ладно, пару десятков раз проделаете и уже потом будете привыкать. Наводим курсор на границу и с зажатой левой кнопкой мыши тащим туда, куда нам нужно. Вообще хочу самое начало, вот так вот, ну в общем-то и все, видите. Также можно поступать со строчками, имейте в виду, выделяешь строчку, зажимаешь «Shift», наводишь на границу и с зажатой левой кнопкой мыши тащишь строчку в ту область, куда тебе это нужно. Вот такое вот небольшое преимущество, которое дает зажатая клавиша «Shift». Но это еще не все. Второй момент, который позволяет тоже чуть упростить работу в Excel и благодаря именно клавише «Shift». Давайте предположим, что мне после кода клиента нужно вставить еще три столбца, пустых. Я не знаю, для какой информации, для какой-нибудь, не суть важна. Ну, те, кто не знакомы с горячими клавишами, обычно делают правой кнопкой мыши по столбцу перед, которым хочешь вставить, выбираешь вставить, а потом еще раз, а потом еще раз, и так три раза. А если столбцов пять, пять раз, а если десять, десять раз. А можно, смотрите, что сделать. Выбираем тот столбец, после которого нам нужно ставить еще несколько пустых. Далее, снова, вот тут только момент важный, обратить внимание, что когда выбираешь, вот справа наверху, и сделать такой небольшой квадратик, зелененький. Он-то обычно, это называется маркер автозаполнения, и мы привыкли, когда ячейку убираешь, что он справа внизу. Ну, вот здесь вот он справа наверху. Вот мы выбрали этот столбец, снова зажимаю shift, навожу курсор на маркер автозаполнения, момент, ловишь, когда курсор превращается, ну, во что он превращается, вот в такой вот знак, там, стрелочка наверх, и потом еще стрелочка вниз. Ну, я тот еще чертежник, поэтому как получилось. Так вот, выделил столбец, зажимаю shift, навожу курсор на маркер автозаполнения, мне нужно пять еще столбцов, и зажатой левой кнопкой мыши тащу это вправо. Раз, два, три, четыре, пять. Отпуская левую кнопку мыши, пять столбцов вставлено. Ну, вот, в принципе, и все. То же самое со строчками. Выделил строчку, снова вот здесь теперь этот маркер автозаполнения, слева внизу. Зажимаю shift, навожу курсор на маркер автозаполнения, ловлю момент, когда курсор превращается вот в этот значок, стрелка вверх, стрелка вниз. И зажатой левой кнопкой мыши тащу вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Отпускаю, все, пять строчек вставлено. Вот так вот можно использовать shift. То есть, во-первых, для переноса строк столбцов выделяешь, наводишь на границу, shift зажимаешь, перетаскиваешь. Во-вторых, для вставки новых пустых строк столбцов выделяешь, находишь вот этот маленький несчастный квадратик, вот он, на него курсор наводишь и зажатой левой кнопкой мыши также перетаскиваешь. Хорошо, давайте перейдем дальше. И дальше мы перейдем к сочетанию клавиш alt равно. Alt равно вызывает функцию sum. Но, я думаю, что с этим-то, скорее всего, знакомы многие. Кто, кстати, не знаком, берите на вооружение, удобно очень. Конечно, можно пользоваться и на вкладке главное, вот этой вот командой, автосумма. Но как-то с клавиатурой, особенно потом, когда уже привыкнешь, alt равно нажимать быстрее. Но, если у тебя данные оформлены грамотно, то есть, смотрите, здесь такая табличка, да, без каких-либо пустых строк, без каких-либо объединенных ячейк. Это все зло в Excel, к сожалению, да, и этого нужно избегать. Но я показываю именно варианты, когда данные оформлены грамотно. И мне нужно ставить функцию сумма по каждому месяцу, чтобы он итог посчитал за все продукты, и итог по продукту за год. Безусловно, это можно сделать, прописав функцию суммы здесь, скопировать направо, прописав здесь, скопировать вниз. А можно поступить интереснее. Нужно нам сейчас с вами выделить вот такой диапазон, который будет содержать всю таблицу и плюс строчку, в которой функция сумма будет, и столбец, в которой тоже будет функция сумма. Так как данные оформлены грамотно, сделать это можно одним сочетанием клавиш. Выбираем любую ячейку и нажимаем сочетание клавиш control-a, выделяется вся таблица. А дальше нажимаем alt равно. И вуаля, какая интересная штука происходит. Смотрите, функция сумма появляется во всех ячейках вот этих итоговых сразу с правильным диапазоном, если по столбцу убрать. Сразу с правильным диапазоном, если брать по строчке. И все. И не нужно вставлять в одну ячейку, куда-то копировать, в другую куда-то копировать. Нет. Выделяешь диапазон, который включает в себя сразу вот эту вот пустую строчку и пустой столбец. Ну, кстати, на самом-то деле, если бы не было столбца, давайте вот так сейчас покажу. Если бы не было столбца, так не вопрос. Ну, выделяй как есть, без столбца и нажимай alt равно. Ну, тогда появится только в строчке. Либо наоборот, если... Сейчас вот такой вариант. Нужно только вот здесь итоги получить. Тоже не вопрос. Выделил, alt равно, все просуммировалось. А, Андрей, что вы имеете в виду под вопросом крайней правой? Крайней правой? Что? Крайней правой? Столбец. Ну, да. Крайней правой. Он должен быть... Ну, он тоже должен быть выделен. Вот здесь вот момент. То есть для того, чтобы Excel понял, куда ему функцию сумм вставлять, этот столбец должен быть выделен. Обязательно. То есть выделяем вместе с этим крайним правым пустым. Ну, либо с последней пустой строчкой. Вот. Такой вот вариант. Теперь. Перехожу я в следующий лист. Группировка. И снова маги. Вот маги автосумма. Потому что, смотрите, это, конечно, все классно. Если я здесь вот эту автосумму поставлю. Но в целом, да. Вот он берет и весь диапазон копирует. Ну, то есть он анализирует. Слева там числа. Говорит, ой, у тебя классно. Да. И так далее. А если у нас с вами есть таблица вот такого вида. Смотрите, здесь в столбце А три продукта. Они объединены в какую-то группу. Потом снова три продукта. Группа. Ну, на самом деле продуктов в группе могло быть и разное количество. Я уже тут сделал для наглядности. Оставил в каждой по три. И важный момент. Снова таблица оформлена грамотно. То есть, смотрите, вот здесь вот. Видите, группа 1. Прямо аккуратненько указана вот такая формула. Ну, то есть вот прям здесь диапазончик. Здесь тоже правильный диапазон. Итог по первому кварталу. Тоже в виде суммы. То есть все вот это вот. Вообще я вам могу так сказать. Если какие-то с нуля таблички делаете. Понятное дело, когда ты уже работаешь с таблицами, которые, ну, так исторически сложилось. С ними так уже 20 лет работают. И никто их менять не хочет. Ну, тут приходится терпеть. Но все таблицы, которые вы делаете с нуля, старайтесь их делать, вот, оформлять грамотно. То есть если где-то можно что-то просуммировать не вручную, и уж тем более не на калькуляторе, делайте это с помощью функций. Почему? А потому что в дальнейшем это может сэкономить много времени. И здесь просто примеры ради. Смотрите, мы хотим еще с вами получить вот итоги по месяцу. И там, вот, не помещается, потом чуть поменьше сделаем. Итоги, давайте сразу. Итоги по году. И для того, чтобы не делать это вручную, то есть ставить здесь функцию сумм, потом там говорить вот это, плюс вот это, я попробую использовать то, что я делал на прошлом листе. То есть смотрите, я выбираю всю таблицу и нажимаю alt равно. И он считает. Но момент, а как, подождите, как он посчитал-то? Если он сейчас вот этот весь диапазон просуммирует, то значения задвоятся. Почему? Потому что здесь у нас то, из чего состоит, а здесь итог. Если мы все это просуммируем, у нас все будет умножено на дом. И вот тут, смотрите, если я сейчас встану в итог по месяцу январь, смотрите, что он делает. Вот откуда началось восстание машин. Не с нынче модного чат GPT. Чат GPT – это уже следующая ступень эволюции искусственного интеллекта, но восстание машин начинается именно отсюда. То есть Excel, смотрите, что он делает. Он анализирует весь вот этот вот столбец. И он видит, да, это благодаря структуре. Он видит, что в этом столбце есть функция SUM, которая суммирует какие-то ячейки над собой. Потом снова есть функция SUM, она суммирует. Потом снова функция SUM, она суммирует. И когда мы его просим получить итог по всему вот этому столбцу, он понимает, что не нужно брать все. Он понимает, что нужно взять только итоговые ячейки из этого столбца. Так, и все. Да, это бы не работало, если бы у нас здесь были не формулы, а прям значения. Даже хотя бы в одной единственной какой-то ячейке, если бы здесь была бы не формулка SUM, а просто банальное значение, это бы не сработало. Но, как я и сказал, да, если грамотная таблица оформлена, то все работает. А как он считает итог по году? А итог по году он считает как сумму кварталов. Первый, второй, третий, четвертый. Но не потому, что они так называются. Нет, он не такой умный. ChatGPT, наверное, умный был бы и просуммировал его только по кварталу. Он суммировал, потому что он видит, что есть сумма, и в нее входят вот эти значения. Здесь тоже есть сумма, и в нее вот эти, ну и так далее, и тому подобное. И он понимает, что если ты хочешь получить итог по строке, то, пожалуйста, нужно суммировать только итоговые ячейки. То есть вот она магия alt равно. Конечно, для магии нужно самому постараться, чтобы данные были оформлены, но в целом, как мне кажется, вариант неплохой. Ну и теперь непосредственно к теме вот этого листа, группировка данных. И тут мы разберем с вами вариант, где Excel сделает за нас все сам. То есть смотрите, у нас есть в таблице структура, она просматривается. Есть продукты, они как-то там суммируются и так далее. И, например, мы хотим с вами в различные моменты то посмотреть без разбивки на продукты, только итоги по каждой группе. А потом мы не хотим смотреть разбивку по месяцам, а только хотим увидеть кварталы. Вручную постоянно скрывать строки-столбцы, ну, не, как-то не так. Сделать можно группировку, чтобы красивенькими плюсиками-минусиками, потом вот это отразить, а вот это вот убрать. И в данной таблице это можно проделать следующим образом. В любую ячейку таблицы встаем, вообще не важно в какую. Переходим на вкладку «Данные» и на вкладке «Данные» в группе «Структура». Здесь вот один единственный момент, про который я хотел бы сейчас сказать. Не смотрите на то, что у меня, например, это целая группа, где прям подписано. У вас, так как может быть экранчик поменьше или разрешение экрана чуть поменьше, у вас структура может быть скрыта вплоть до одной кнопки. То есть у вас здесь будет просто кнопка, которая будет называться «Структура». Вот если у вас справа на вкладке «Данные» справа внизу только кнопка «Структура», значит ее нужно раскрыть, эту кнопку, найти здесь команду «Группировать», причем не на саму нее нажимать, а именно «Раскрыть», то есть на сам текст «Группировать» нажать, и здесь выбрать «Создать структуру». Выбираю «Создать структуру». Смотрите, он сам все сделал. Причем как? Появляются уровни структуры, три горизонтальных, три вертикальных. Третий уровень – это наиболее подробная детализация, то есть это целиком раскрытая таблица. Если я сейчас нажму на цифру 2, вот здесь слева, остаются только группы. Если нажму на цифру 1, вообще останется только итоговая строчка. Все, больше ничего. Два группы, три, все вместе с продуктами. Горизонтальная группировка – то же самое. Третий уровень – это вообще все раскрыто. Второй уровень – останутся только кварталы. Третий, точнее самый первый уровень, останется только итог. Вот это вот можно и целиком по цифрам, тогда он сразу раскрывает, закрывает целиком группу, либо на вот эти плюсы и минусы нажимать. То есть раскрываешь, я, например, не хочу видеть первый квартал, хочу только третий и четвертый подробно посмотреть. Вот я могу их только подробно рассмотреть. Я хочу только увидеть там, не знаю, вторую группу подробно, и вот только так. То есть не обязательно по цифрам щелкать, можно отдельно по вот этим плюсам, минусам щелкать, и все таким вот образом можно получить. Но эта вещь работает, когда у тебя уже таблица прям с хорошей структурой. То есть вот он прям понимает, у тебя есть функции, сумма, он все это сумеет, и вот таким образом делает. Что делать, если нет структуры? Вот такая табличка – 9 продуктов, 12 месяцев. Я хочу вот эти первые 4, например, там продукта, не знаю, в одну группу отправить. И еще сделать, например, итог за полгода. И чтобы потом вот это все тоже резко все скрывалось, убиралось. В этом случае нужно, конечно, вручную все это делать. То есть ты выбираешь строчки, которые хочешь сгруппировать. Вот в данном случае я хочу 4 продукта в отдельную группу. Вот я их группирую, точнее, выбираю, перехожу на вкладку «Данные», «Структура», и здесь можно прям на саму команду «Группировать» нажать. И нажимаю «Группировать». Вот, пожалуйста, появляется уровень. Теперь я могу эти продукты раскрывать, скрывать. Если хочу первые полгода тоже вот таким образом раскрывать, скрывать, выбираю столбцы, которые мне нужны, то есть с января по июнь, и нажимаю «Данные», «Структура», «Группировать». Все, и теперь я могу полгода убирать, группу раскрывать, скрывать, как мне, в принципе, это заблагорассуется. То есть можно и вручную все эти уровни потихонечку себе делать. Для того, кстати, чтобы потом группировку убрать, тут два варианта. Если какую-то отдельную, например, все, надоело мне полгода, хочу от них, не хочу, чтобы все было по месяцам. Ну, в этом случае прям выбираем все эти столбцы, которые к этой группе относятся, и «Данные», «Структура», «Разгруппировать». Можно прямо на саму иконочку нажать. Ну, вот, пожалуйста, группировка уходит. Но если у тебя тут одна группировка, где-то там еще какая-то есть, еще что-то, и ты вот хочешь разом от всего, вот от этого избавиться, и заново все переделать, тогда проще всего выделить весь лист, то есть щелкнуть на вот этот вот треугольник, щелкну я по нему. Далее. Данные, «Структура», раскрываю команду «Разгруппировать» и выбираю «Удалить структуру». Все, и она разом, в общем-то, уходит. Но на всякий случай имейте в виду, что вот удаление структуры – это операция неотменяемая. То есть никакими стрелочками назад, никакими Ctrl-Z ты уже свою структуру, которую только что ты удалил, назад не вернешь. Поэтому все-таки, если будете удалять, прям будьте готовы к тому, что потом придет вот с нуля, с нуля все, строй. Хорошо, то есть вот такие вот моменты, связанные с группировкой. Кстати, были пожелания как раз-таки разобрать группировку после предыдущего мастер-класса. Блин, таблица какие-то горячие клавиши. Екатерина, рабочий диапазон Ctrl-A. То есть стою я в любую ячейку таблицы, Ctrl-A, и все. И таблица выделяется. А, естественно, английская. А от слова All. Все. Ctrl-A. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему. Итоги листы плюс формула везде. Вот он написал. Смотрите, в чем смысл. У меня есть таблица вот такая вот. Здесь снова 5 продуктов. И есть 3 месяца. Важный момент. Наиважнейший на самом-то деле. Во всех трех листах, январь, февраль, март, таблицы оформлены вот прям вообще один в один. Да, такое бывает не всегда. Я знаю, что наш мир куда печальнее и веселее, чем мой рабочий игровой пример. Но и такое порой происходит. То есть когда все действительно одинаково. И мне нужно на листе итоги просуммировать яблоки с января в март. И это, конечно, можно делать вручную. То есть ты ставишь равно, перешел в январь, там выбрал B2, плюс февраль, B2, плюс март. И если таких месяцев у тебя 12, вот так вот 12 раз ты и делаешь. Ой, нет. А если 20, и тем более. Тут на самом деле можно пойти на следующую хитрость. На листе итоги ячейки B2 я ставлю равно. И запускаю функцию сумма март. Запускаю функцию сумм. Далее. Перехожу на лист январь. Спокойно, уверенно. Выбираю ячейку, которую хочу в январе забрать от B2. А вот потом самое интересное. Для того, чтобы теперь не каждый раз на каждый лист новый переходить. Февраль, март, B2 и так далее. Смотрите, что можно сделать. Вот я выбрал здесь какую-то ячейку. Далее я зажимаю снова чудесный, великолепный shift. И, напоминаю, что с зажатым shift, когда мы работаем с листами, выбираются листы с по. Я хочу теперь, чтобы он взял ячейку B2, начиная с января в листах и заканчивая мартом. То есть вот у меня здесь написано B2. Я зажимаю shift и щелкаю по листу март. То есть по последнему, с которым мне нужно эту ячейку забрать. Левой кнопкой мыши щелкаю по листу март. И посмотреть, что получается в строке формул. Получается, он берет ячейку B2 на листах с января по март. Все. Я заканчиваю вот формулки. Копирую все это вниз. Все. Я собрал данные с трех листов. Можно было собирать с пяти. Десяти, двадцати. Банально перед тем, как формулку закончить, зажимаем shift и выбираем последний лист, с которого хотим забрать. То есть все, что у нас между первым и последним, все листы попадут. На всякий случай, если у вас листы находятся не подряд, а, соответственно, через один, через два, ну, не смежные листы, можно выбирать с зажатой клавишей control. Ольга, как быстро выделить таблицу? Десять тысяч строков более. Ну, тут, Ольга, нужно видеть саму таблицу. Если в таблице нет пустых строк, то точно так же с помощью control A. То есть control A – это альмаматор святая святых Excel. Но тут нужно видеть данные. Если нет пустых строк. Если есть пустые строки, разрывы, то control A здесь не поможет. Там уже придется тогда думать что-то другое. А так control A выделит вам и 500 тысяч ячеек. И строк, на самом деле, для него, в сути дела, не повлияет. Но вот как Андрей, да, Андрей, я понимаю, вы, видимо, сталкиваетесь. Видите, Андрей грустненько написал, что структура – это главное. Да, структура – это главное. Если столбцы пустые, то выделят до первого пустого столбца. Целиком и полностью которого. Про запись я в самом начале говорил, тогда давайте уже ближе к концу этой мастер-класса еще разочке я к этому вернусь. Так вот, и второй момент, который хотелось бы рассказать, когда работаешь с несколькими листами. То есть да, это работает, во-первых, с формулами. Вот взял и собрал. А второй момент, точно так же можно проделывать одни и те же операции с одними и теми же ячейками сразу на нескольких листах. Но вот здесь вот важный момент. Выделить те листы, на которых что-то хоть же… Я, например, хочу сейчас на листе «Итоги январь-февраль-март» прописать вот здесь вот текст «Итого», ну и потом формулку. Ну, может быть, еще там как-то цветом разукрасить, какой-нибудь жирный сделать, не знаю, что-нибудь еще. Вместо того, чтобы делать это на каждом листе по отдельности, смотрите, перед тем, как это делать, я выделю все листы, на которых хочу все это сделать. То есть у меня выделены «Итоги». Зажимаю «Shift», выбираю «Март». Все, вот теперь у меня все листы вот эти выделены. То есть «Итоги были активны». Зажал «Shift», выбрал «Март». И неважно, на каком листе мы сейчас с вами находимся, пишу в ячейке «А7» «Итого». Здесь прописываю функцию «SUMM», ну, например, еще выделю какой-нибудь цвет, присвою, и сделаю, например, шрифт «Жиртв». Казалось бы, да, я это сделал только на листе «Итоги». А если я сейчас зайду в январь, ой, а в январе, оказывается, тоже есть, а в феврале, ой, и в феврале есть, а в марте, ой, оказывается, и в марте это тоже есть. То есть, если ты заранее выделяешь листы, и потом на любом из этих выделенных листов проделываешь какую-то операцию, это автоматически появляется и на других листах. Это касается не только созидания, это еще касается, естественно, и удаления строчек столбцов. То есть, ну, я смотрю, ну, надоела мне вот эта итоговая строчка. Листы у меня до сих пор выделены. Если я сейчас вот эту строчку удалю, то январь нет строчки, февраль, март нет. Все. Здесь нужно быть внимательным, потому что порой, когда вот это ты делаешь, потом заигрываешься, а потом ты уже забыл, что у тебя несколько листов выделено, и продолжаешь делать какие-то операции, которые нужно только на этом листе производить. То есть, вот тут повнимательнее будьте, да, то есть, например, ну, вот, мне, например, думал, ой, здесь какой-нибудь второй квартал там появится же, ну, когда-нибудь появится, да, и вот я написал второй квартал, формат. Все классно, но он мне первый в январе, в клубе январе второй квартал. Поэтому, когда с этим работаете, потом не забудьте, когда уже нужно что-то делать на одном конкретном листе, выделение с листов снять. То есть, если есть какие-то другие, пожалуйста, выбираешь любой другой, все, выделение слетело, все отлично. Если же нету других листов, по которым можно щелкнуть, то по любому выделенному правой кнопкой мыши, и здесь есть разгруппировать листы. Ну, и вот они разгруппироваются. Все, поэтому с этим будьте чуть повнимательнее. Ирина, снять выделение с листов. Первый вариант. Если есть другие листы в книге, которые не выделены, можно щелкнуть по-любому из них. Если же нету, да, то есть, все, ты используешь все листы, которые у тебя есть в книге, и щелкать не почему. Тогда по любому из выделенных листов правой кнопкой мыши разгруппировать листы. И они разгруппироваются. Да, это работает во всех версиях. То есть, тут я не использую какие-то сверхновые возможности. Сейчас, дайте я подумаю. Про совсем древние точно не скажу. Вот такой вот вариант работать сразу с несколькими листами. И да, Василий, обратите внимание, в чате Василий написал, что есть еще вариант с Ctrl-Shift и стрелками. Да, Ctrl-Shift и стрелки тоже чудесный вариант. Вот хочу выделить таблицу. Ctrl-Shift, стрелка вправо, стрелка вниз. Вот все выделяется. Но тут снова, в общем-то, Ольга, возвращаясь к вашему примеру, если там будут пустые строки, то Ctrl-Shift и стрелочки упрутся именно в эти пустые строки. Поэтому пустые строки – это вселенское зло в Excel. Просто это запомните. Лучше от них избавляться. Вот, в принципе, через фильтр нашел, выделил, удалил, и потом только уже с таблицей работать. Потому что ни один инструмент не позволяет Excel выделить диапазон, если там есть пустые строчки. Ну, только если в программирование лезть. Хорошо, давайте тогда перейдем, наверное, к самой объемной теме. Это расширенный фильтр. То есть у нас есть в Excel чудесный, великолепный, незаменимый обычный фильтр. Я думаю, многие из вас, в общем-то, с ним сталкиваются, работают. Ну, кто-то больше возможностей фильтра знает, кто-то меньше. Я бы сейчас хотел поговорить про расширенный. То есть его имеет смысл использовать, когда уже функционала стандартного не хватает. У нас есть вот такая вот таблица. Вот здесь написано. Продукт, какие-то просы, какие-то производители, стоимость, код заказ, код сотрудника. Предположим, я хочу отфильтровать эту таблицу таким образом, чтобы по столбцу продукт у меня осталось брокколи. А по столбцу производитель я хочу посмотреть производителя газ. Если я буду делать это в обычном фильтре, убираю, говорю брокколи, и все, а газ я уже не посмотрю. Почему? Ну, потому что газ брокколи не производит. Брокколи производит только компания Металлоинвест, соответствующая своему названию. И вот если я хочу посмотреть и то, и другое, мне придется тут то одно выбирать брокколи, потом это расфильтровывать, потом там смотреть газ. То есть вот здесь уже возможности обычного фильтра нам с вами не хватает. На помощь придет расширенный фильтр. Смотрите, как это все работает и что для этого нужно. Первое. Я здесь для наглядности, это не обязательно, я в течение всей этой темы буду говорить, что это не обязательно, но я для наглядности в качестве диапазона условий прям целиком взял и скопировал шапку из своей таблицы. Первый момент. Она не обязательно должна быть прям сразу на таблице, и каждый столбец не обязательно должен быть под каждым. Это раз. То есть в теории диапазон условий мог быть где-то вот здесь. Он вообще мог быть на другом листе. Такое тоже может быть. Но для наглядности, и в принципе, если будете начинать этим пользоваться, то для начала вот сделайте вот так. То есть берем, копируем шапку нашей таблицы, куда-нибудь над нашим источником. Следующий, вот этот момент важный. Между нашим диапазоном условий и основным источником данных, здесь у меня это прям даже написано, должна быть хотя бы одна пустая строка. Желательно сразу сделать запаса, может быть, две-три, но хотя бы одна должна быть пустая. То есть мы здесь оставляем запас, во-первых, в виде нескольких строчек для самих условий, ну а второй момент, все равно потом еще оставляем хотя бы одну пустую строчку. Предположим, у нас вот такой вот с вами есть. И возвращаясь к задаче, то есть здесь мы с вами, смотрите, что будем делать. Вот здесь вот, в этих вот ячейках, мы будем прописывать условия. Давайте я сразу здесь скажу, что если вам расширенный фильтр понравится, рекомендую вам отдельно почитать справку майкрософтовскую, потому что, честно сказать, про расширенный фильтр можно отдельный мастер-класс провести и про него час только говорить. У меня вот тут совсем чуть времени, поэтому я основные возможности покажу. Но если понравится, почитайте, прям можно так ввести в Excel, расширенный фильтр Excel, не в Excel, а где-нибудь в Google, и там есть прям ссылка на официальный сайт Microsoft. Там возможностей куда больше. Вот, я покажу лишь основные. И вот здесь мы будем прописывать условия. То есть если я хочу продукт просо, я вот здесь напишу продукт, прям так текстом напишу просо, о нет, не просо, брокколи мне нужно, брокколи. А в столбце производитель я напишу газ. И вот здесь вот важный момент. Если мы пишем с вами условия в одной строке, то эти условия между собой связаны логическим и. То есть если я сейчас вот здесь вот напишу брокколи, а вот здесь вот напишу, что хочу еще и газ, Excel мне отфильтрует ничего. Почему? Потому что нету в столбце, точнее в источнике данных, таких строчек, которые бы по столбцу продукт содержали брокколи, а по столбцу производитель содержали газ. Чего же делать? Разносить условия на разные строчки. То есть если я напишу продукт вот в этой строке, во второй, а производителя вот в этой, в третьей, то между собой условия, которые разнесены по разным строчкам, связаны логическим и. То есть что сделает расширенный фильтр? Он отфильтрует продукт по столбцу брокколи, а вот это он отфильтрует, таблицу, по производителю газ. То есть он оставит и то, и то. Как пишется текстовое условие? В общем-то, прям вот так, брокколи. Что-то я не думал, брокколи. А в этой строчке я напишу газ. Но важный момент, смотрите. Регистр игнорируется, то есть можно писать большими буквами, можно маленькими. Excel в большинстве случаев в подавляющем. Всегда регистр игнорирует. Я что-то тоже для наглядности оставил, чтобы было написано точно так. Но в целом, если у вас там много больших маленьких букв, вот даже не заморачивайтесь. Пишите все маленькими, и оно все сработает. Теперь условия прописаны. Встаем, это не обязательно, я чуть попозже про это скажу, в любую ячейку источника, которую мы будем фильтровать, а потом на вкладке данные в группе сортировка и фильтр запускаем команду дополнительно. То есть выглядит как такая баронка с шестеренкой. Данные, сортировка и фильтр дополнительно. Нажимаю дополнительно. Смотрите, что происходит дальше. Почему я сказал, что лучше бы встать сразу в ячейку источника? Ну, потому что нам здесь с вами необходимо будет выбрать исходный диапазон. Если мы до того, как запустили этот инструмент, стояли в ячейке источника, Excel за нас сам его выделил. То есть он сам за нас нажал Ctrl-A. Если бы мы вдруг это забыли, да и не страшно. Вот здесь главное потом исходный диапазон выделить правильно. То есть, ой, нет, давай-ка мне вот мою таблицу. То есть исходный диапазон это тот, который мы фильтруем. Потом нам нужно выбрать диапазон условий. И здесь в качестве диапазона условий нам необходимо с вами выбрать вот этот диапазон. То есть, смотрите, мы выбираем диапазон, где прописана наша шапка и только те строчки, вот этот важный момент, строчки, в которых есть условия. То есть, не нужно выбирать лишние пустые строки. Выберешь лишние пустые строчки, вообще ничего не сработает. Пустые столбцы, в которых нет условий, можно. Хотя их можно было даже не выделять. Но это все-таки потом уже, если экспериментировать будете, поймете. Пустые столбцы, ладно, но вот строчки ни в коем случае не выделяй, в которых нет условий. И вот здесь вот этот важный момент, он является одним из самых важных. То есть мне в качестве диапазона условий нужно указать диапазон с А1 по Е3. То есть я убираю целиком шапку и только те строчки, где указаны условия. Все, остальные возможности, кстати, тоже так по ходу потом разберем. Пока вот этого достаточно. Нажимаю я ОК. И смотрите, таблица фильтрует с каким образом, что здесь брокколи он отфильтровал, ну а здесь производителя, в том числе ГАЗ оставил. То есть он не исключает одно условие из другого, потому что они на разных строчках и они связаны между собой логическим или. Следующий момент, который давайте посмотрим. С текстом понятное дело, ты просто пишешь текст и все. Вот здесь, кстати, так как про версию спрашивают. Смотрите, если версия старая, где-то 7, 10, может быть даже 13. То текстовые условия желательно указывать вот в таком виде. То есть ты пишешь равно, потом открываешь кавычки, равно брокколи. Вот так. Это тоже, когда читал справку на официальном сайте Microsoft, написано, чтобы избежать недоразумений, лучше пишите вот так. Ну я, видимо, имеется в виду, что... Ну вот, Василий, видите, вот я говорю, прямо на официальном сайте Microsoft написано, что чтобы избежать недоразумений или непредвиденных результатов, лучше текст прописывать. Я-то тоже сколько не пробовал, но у меня, в принципе, тут 21-я версия. Они же не зря новую версию выпускают, всегда там подправляют. Но вот на всякий случай имейте в виду, что... Ну вот, Василий, спасибо вам огромное, написали, что 10-й работает и без этого. Но я просто за что купил, за то и продаю. Если уж на официальном сайте Microsoft написано, значит, они, наверное, подразумевают, что могут какие-то порой непонятки произнести, получиться. Следующий момент. Как работать с числами? Например, я хочу точно так же брокколи и газ, но чтобы стоимость заказа отфильтровалась только та, которая по брокколи, например, свыше 700 рублей. Мне, например, вот эта строчка неинтересна. Условия с числами работают очень просто. То есть я хочу по брокколи, но чтобы стоимость свыше 700. То есть я ставлю знак больше, это в английской раскладке shift и русская буква U, и больше 700. Вот оно условие. И теперь уже условие будет брокколи и газ, но для брокколи, пожалуйста, то, что здесь логическое I. Отфильтруй строчки только те, у которых стоимость заказа свыше 700 рублей. Снова встаю в таблицу. Перехожу на вкладку данные дополнительно. Проверяю диапазон, ну вроде бы здесь все нормально. Проверяю вот этот диапазон, тоже A1, E3, нажимаю ОК. Ну то есть по сути должна исчезнуть только одна единственная строчка, это вот эта вот брокколи, где стоимость заказа 632. Нажимаю ОК. Ну да, вот она и исчезла. Все. Если хотим, например, еще и по газу, только свыше 700 рублей, ну берешь просто вот это условие сюда, копируешь. Тогда и брокколи, и газ, все, что свыше 700 рублей будет отфильтровано. То есть числами работает вот примерно следующий образом. Ставишь знак больше, меньше, там больше либо равно, меньше либо равно, а потом указываешь само число. В качестве справочки хотел бы сказать, что также в условиях вот здесь вот можно использовать так называемые подстановочные знаки. Это наши чудесные, великолепные звездочки, вопросительные знаки. То есть это в качестве справки. Кто еще не знаком с подстановочными знаками, тот может отдельно про них читать. Они у нас на втором уровне рассматриваются, это тоже отдельная тема. Вот, но достаточно полезная штука в Excel. Прямо так можете записать, да, там подстановочные знаки в Excel. Смотрите, Елена пишет, можно же в третьей строчке просто написать больше 700. Елена, давайте экспериментировать. Сейчас я возьму и в третьей строчке напишу больше 700. Так как это третья строчка, они, условия между собой связаны логическим или. То есть что он сделает? Он отфильтрует брокколи. Потом, независимо от того, что там в первом столбце, он еще отфильтрует газ. И независимо от того, что там в первых двух столбцах, он отфильтрует все строчки стоимых заказов, которых свыше 700 рублей. Давайте посмотрим, что в итоге у нас выйдет. Дополнительно вставил ячейку, дополнительно. Вот здесь главное перебить. То есть теперь у нас уже 4 строчки, поэтому диапазон условий я выбираю вот такой, что новый добавился. И нажимаю ОК. Видите? Да, 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 да. То есть вот когда в разных строчках даем, то есть он уже все, он вообще не учитывает, что там было в предыдущем. Ну как, конечно, учитывает, оставляет. Но в данном случае нет, потому что они связаны между собой логическим или. И вот тут брокколи, пожалуйста, вот тебе брокколи. Тут газ, пожалуйста, есть газ. О, а тут тебе нужно больше 700. Ну, пожалуйста, вот тебе очень-то нравится. При этом, вот видите, брокколи не больше 700. Ну, в общем, получается тоже черти-чет. Почему газ не подряд? Ну, потому что так в таблице они идут, Александр. Ну, просто не подряд. Поэтому и не подряд. Они в таблице так идут, и он уже оставляет. Ну, порядок-то строк в таблице фильтр вообще никак не меняет. Поэтому они, естественно, идут не подряд. Так, хорошо. И давайте тогда еще один, два, 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 два. Два варианта мы разберем с расширенным фильтром. То есть первое, если, давайте предположим, я хочу отфильтровать таблицу, но чтобы в ней, давайте я сейчас фильтр уберу, не было ни просо, ни брокколи. Вот мне вообще не люблю эти продукты и не нравятся. Хочу только землянику и лосось. Вот это да, вот это хорошая вещь. Напоминаю, что для того, чтобы в Excel указать «не равно», это у нас значок «меньше-больше». Но тут вопрос-то в чем? Если я сейчас вот так условие задам «не равно просо», в следующей ячейке напишу «не равно брокколи», то так как снова это логическое «или», у меня таблица вообще не отфильтруется. Никак. Почему? Ну, потому что просо. Просо – это же не брокколи. Да, поэтому он оставит. Брокколи, а брокколи – это не просо. Поэтому и вообще все строчки останутся. А у нас с вами, смотрите, у нас с вами два условия к одному столбцу. И нам нужно их связать между собой логическим «и». То есть нам не нужно ни просо, ни брокколи. И вот тут тоже, в общем-то, прям расширенный фильтр выходит на сцену. А что можно сделать? А можно, оказывается, взять и продублировать название столбца куда-нибудь рядышком. Вот здесь я, кстати, воспользуюсь тем, чем рассказывал в самом начале, вспомнишь шифта. То есть мне нужно после продукта ставить еще один пустой столбец. Я выделю вот этот столбец, ну, даже одну ячеечку продукт выделю, зажму shift и за правый нижний угол протащу направо. Отпускаю левую кнопку мыши. О, все, ячейка вставилась. И снова здесь, даже писать не буду, скопирую. Сюда продукт. Вот, 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 да, Василий, как раз-таки про это я сейчас и говорю. И теперь беру и вот это брокколи я перетаскиваю вот сюда. Два одинаковых столбца, ну, в смысле, два столбца с одинаковым названием. Но расширенный фильтр с этим разберется. И теперь у нас связаны с вами два вот этих условия логическим. И запускаю, то есть ставим в любую ячейку источника, запускаю данные. Дополнительно. Проверяю. Диапазон условий отличный. Диапазон, исходный. Диапазон условий. И вот смотрите, как я и говорю, не обязательно там все выделять. Можно вообще выделить только два вот этих вот столбца. Не обязательно всю шапку выделить. Выделяю только два столбца. И с одной единственной строчкой, где написано не равно просо, не равно брокколи. И нажимаю ОК. Все. Фильтрует эта таблица, в которой нет ни просо, ни брокколи остались, только вкусные, замечательные земляники да лососи. Больше ничего нет. То есть если у тебя несколько условий к одному столбцу, или вот как Василий пишет в примере, тебе нужно от 700 до 1000, тогда ты просто берешь и копируешь столбец стоимость заказа. Тоже куда-нибудь рядышком вставляешь. Здесь вот единственный важный момент, как я и говорил. Не обязательно вся шапка должна быть, могут быть только отдельные столбцы. Не обязательно порядок должен соблюдаться. Но названия, названия должны быть вот на все 146% одинаковыми. Если названия будут разными, все, он уже это не распознает. Названия должны совпадать на все 146%. Порядок нет, количество нет, но названия да. Поэтому названия лучше потом вообще не вручную писать, а просто брать так, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы они точно совпадали. И последнее, в общем-то, две возможности, про которые хотелось бы рассказать, объединив их в одну, это как потом сразу скопированный диапазон, точнее, фильтрованный диапазон скопировать в какое-то другое место. Но если это брать вот так прямо в лоб, то можно было поставить галочку, и он бы прям целиком таблицу сразу бы в эту ячеечку вставил. Я хочу другое возможность вам показать. А как? Я вот хочу снова вот эти вот, знаете, что хочу? Я хочу отфильтровать только Просо и только те строчки по стоимости заказа у Просо, которые стоимость заказа превышает среднюю вообще в принципе по моей таблице. То есть снова у меня два условия, но второе условие оно с формулкой. То есть вот это значение, сейчас я расфильтрую таблицу, вот это вот значение должно быть больше, чем среднее за вообще всю мою таблицу. На самом деле в расширенном фильтре можно использовать формулы. Сразу скажу, что та формула, которую ты прописываешь, обязательно должна возвращать либо истину, либо ложь. То есть она должна быть логической. Ни в коем случае нельзя там какие-то суммы, если счет, если ВПР, это все не работает. Формула должна быть логической. И потом, что самое интересное, когда я отфильтрую эту таблицу, я результат сразу хочу скопировать на новое место, но мне не нужны все столбцы. Я хочу только по просу и по заказам, которые выше среднего, отфильтровать и получить продукт, стоимый заказ от сотрудника. То есть только вот эти раз, два, три столбца. И сделать это можно. Первое. Сначала нужно куда-нибудь выписать те столбцы, которые тебе нужны. Это важнейший момент, иначе Excel не разберется. Пока он еще наши мысли читать не умеет. Вот я их выписал. Дальше. Дальше куда-нибудь отступаем. Буквально одного столбца хватит от нашего основного диапазона условий. Пишем в какой-нибудь ячейке текст. В теории можно оставить пустой, но все-таки лучше написать формула. И прописываем формулу. Здесь у меня будет формула и функция. И я говорю, что мне нужно проса. То есть вот эта ячейка А7 должна равняться. И пишу проса. Точка с запятой. А вот стоимость заказа меня интересует только та, которая больше среднего значения. Вообще, в принципе, по всей моей таблице. Поэтому я пишу, что C7 должно быть больше, чем среднее значение по всей таблице. И здесь вот важный момент. Когда такую формулку составляешь, представляй потом, что формула будет копироваться вниз. И так как она будет копироваться, нужно думать про закрепление. То есть да, потом мы будем сравнивать C8, C9, C10 и так далее. А вот этот диапазон уезжать не должен. Поэтому C7, C32 нам с вами необходимо зафиксировать. То есть у нас потом C8 со всем диапазоном, C9, C7 и так далее и тому подобное. Все, закрываю скобку. Заканчиваю вот. Сейчас он выдает лошадь. Не суть важного, что тут написано. Первый ячейк проверил. Она не больше средней. Ну и теперь тот самый расширенный фильтр. Снова вставил в любую ячейку источника. Вкладка данные дополнительно. Источник, исходный диапазон. Все отлично, все работает. А вот в качестве диапазона условий, и вот этот важный момент. Нужно выделить вот эти две ячейки. То есть взять и шапку. Взять шапку. И саму ячейку. То есть вот важный момент. Не берите только ячейку с формулой. Ему все равно нужна какая-то, да, там не написано, не пойми, что там, если не написано, формула, там может быть что угодно. Она вообще, как я говорил, может остаться пустой. Но ее нужно будет обязательно выделять. И вот в качестве диапазона условий я это выбираю. Но, как я и сказал, мне не нужна вся таблица. Я вообще хочу на новый диапазон. Поэтому я выбираю скопировать результат в другое место. Сразу скажу, вот мне показалось, это, знаете, и это не справляется. Достаточно серьезным, в общем-то, минусом. И было бы это еще интереснее. Но копировать результаты на другой лист нельзя. К сожалению. То есть результат, ячейку нужно выбирать обязательно на том же самом листе, на котором у тебя находится источник. Ну вот нельзя. При попытке верить на другой лист, он скажет, нет, только там, где у тебя источник. Но я вообще хочу только три столбца. Продукт, стоимость заказа. Поэтому я беру и в качестве диапазона указываю вот эти три ячейки, где у меня есть название из шапки. Беру заказу и говорю, вот эти столбцы я хочу. То есть смотрите еще разочек. Переключился на скопировать результат в другое место. Дальше в качестве диапазона условий указал шапку и ячейку с формулой. А в качестве поместить куда результат указал, надо было все поместить. Вот эти вот ячейки. Что мне это даст? Нажимаю ОК. Ну дает вот такой вот результат. Он мне дает строчки из моей таблицы проса с стоимостью заказа выше средней, но только по продукту, стоимости и коду сотрудника. Ну вот в общем-то и все. Татьяна, зачем здесь две скобки? Ну одна скобка закрывает функцию срзнач, вторая скобка закрывает функцию и. Р в формулах параметр. Р, 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 Р. Екатерина, не совсем понимаю. Р в формулах параметра. Р когда выводили окошко с фильтром. Так, сейчас, секунду, я еще раз выведу. Скопировать. Или только один ячейки не подходит под условия задачи? Сейчас, сейчас, сейчас. По очереди. Нет, Екатерина, что-то я сразу не заметил, а теперь и вообще не пойму, про что речь. Но я просто особо одаренный, поэтому, видимо, не понимаю. Где Р? Не вижу. Да, Василий, спасибо огромное. Я просто расскажу. Формула выделите, две ячейки. Ага, давайте сейчас выделю. Выделил. И тут написано R, критерии. Вот что-то такое написано. Вот выглядит фильтр плюс, критерии. То есть он прям сослался, он видел, что там формулка. И называет этот критерий. У меня нет здесь каких-то именованных ячеек. Ну, то есть как-то так оно работает. R равно параметр. Екатерина, я не вижу здесь буквы P, вообще ничего не вижу. Это фильтр. Хорошо, ну, вроде бы разобрались. Ну и давайте, раз уж здесь, да, Василий, видимо, Василий часто, да, пользуетесь расширенным фильтром. Здесь еще вариант «Только уникальные записи». То есть если у тебя в таблице строчки какие-то повторяются, а тебе нужно только уникальные, сразу на новый диапазон, кстати, что можно. Вот, может поставить галочку «Только уникальные записи», и если у тебя где-то что-то повторяется, пожалуйста, он тебе выдаст новый диапазон сразу только уникальные записи. Записи. Еще вопрос от Ольги. Копировать только выделенные подходят? Подойдет. Но, Ольга, смотрите, если нужны определенные столбцы, так тебе придется только какие-то определенные столбцы, что-то где-то только выделенные, только еще что-то. Подойдет. Вопрос только в том, что, по крайней мере, мне так кажется, вот этот вариант, он все-таки чуть быстрее. А так нет, только выделенные, пожалуйста. Он подойдет. Подойдет и, естественно, сработает. Просто, мне кажется, он будет чуть дольше. Так, хорошо. Ну, в общем-то, это, наверное, все, как и сказал, да, с чего и начал. Если понравилось, да, добавить щепотку магии в виде кода VBA, то можно вообще сделать взрыв мозга. Можно сделать таким образом, что как только ты меняешь значение вот в этих своих диапазонах условий, у тебя сразу будет таблица отфильтровываться. То есть даже не надо будет запускать вот этот фильтр дополнительный. Но это только с помощью программирования, с помощью кода на VBA. То есть ты поменял здесь, убрал отсюда брокколи. И у тебя, оп, таблица сразу перефильтровалась, и брокколи у тебя там появилась. То есть это можно, но придется добавить щепотку магии в виде кода на VBA. Окей. И давайте еще разочек скажу. Если понравилось, рекомендую отдельно в интернете про это почитать. Потому что, ну, потому что эта штука намного мощнее, чем я вот, там возможности больше, чем я вам показал. Андрей, врать не буду. С умной таблицей я с расширенным фильтром не работал. Я могу только предполагать. А, кстати, может быть, Василий сейчас подскажет. Василий, может быть, вы работали, я-то нет. Но я могу предполагать, что будет все работать, в общем-то, точно так же. То есть будет фильтровать. Хотя, если в новый диапазон, что он будет делать? Но потом, потому что новый диапазон не как умную таблицу. Андрей, классный вопрос, но вот, к сожалению, не экспериментировал. Сейчас так не готов ответить. Будет ли эта штука работать в умной таблице? А что, я сейчас возьму? Ой. Так. И быстро это попробуем. Ну, куда не так? Вот так. И, соответственно, встаю. Данные дополнительно. Ну, предположим, что хочу все, что не просо. Вот так вот. И окей. Ну, да, Андрей, вот точно работает. Точно так же. Хотя вот это уже таблица умная. Хорошо. И две последних маленьких темки. Это преобразовать число как в текст. Наоборот. Число, сохраненное как текст, преобразовать в число. То есть такое часто происходит при выгрузке из корпоративных систем. То есть вот здесь стоимость заказа, и она сохранена как текст. То есть с этими числами ты не можешь ничего сделать, ни просуммировать, ни куда-то их в функцию запихнуть. Excel об этом, в общем-то, предупреждает. Кто-то может сказать, ну, а вот тут есть, и тут есть вариант превзать в число. Он есть, но имейте в виду, что если у тебя строчек не 58, а несколько тысяч, поверьте, вы прям чуть ли не в режиме онлайн будете видеть, как он вам каждую эту ячейку переводит в число. То есть это зависит надолго. К сожалению, если просто выделить столбец и присвоить формат числовой, это не работает. Но это он просто берет и все. Функция значен, ну, в общем-то, как вариант. Да, Василий, но есть и попроще. Смотрите, что нужно сделать. Все равно присваиваем, выбираем столбец, ну, или потом аккуратненько ячейки, в которых есть числа. Присваиваем им числовой формат. Сейчас те комментарии, которые я про них тоже потом скажу. Присваиваем числовой формат. Переходим на вкладку данные. И на вкладке данные нам нужно найти команду в группе работы с данными, которая называется текст по столбцам. Мы сейчас ее будем подробно рассматривать, потому что она понятен, чем занимается, разбивает текст из ячейки по столбцам. Классная штука, в общем-то, на втором уровне рассматривается. Не, она нужна для другого. Выбираем этот текст по столбцам. Здесь ничего не меняем. У нас идет с разделителями. Потом нажимаем далее. И единственное, в чем нам нужно убедиться, что стоит галочка только, чтобы Excel искал разделитель знак табуляции. Для чего? Ну, потому что я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь использовал знак табуляции, нажатие на клавишу Tab, в качестве разделителя в Excel. То есть нет. Ну, поэтому его точно не будет. И все. Если только эта галочка стоит, то прямо здесь мы берем и нажимаем готово. И вуаля. Вот теперь это все число. Почему такое происходит? Давайте еще раз покажу. Выделяем. Сюда откатись. Выделяем столбец. Присваиваем числовой формат. Все равно желательно это сделать. Потом данные. Работа с данными текст по столбцам. Первый шаг оставляем с разделителями. Далее. И убеждаемся, что включена галочка только знак табуляции. И готово. И все. И жизни радуемся. Как это работает? Ну, в общем-то, работает достаточно просто. Когда у тебя число текстовое, ты выделяешь столбец и присваиваешь числовой формат, Excel вот так, к сожалению, сходу не понимает. Для того, чтобы он понял действительно, что ты поменял формат из текста в число, нужно в ячейку провалиться. То есть если я сейчас в строку формулу встану, о, видите? Во, он говорит, когда он ячейку собирается покинуть, он оглядывается назад и видит, ой, так ты же оказывается там числовой формат присвоил. Но в каждую же так не провалишься. Так вот, с помощью инструмента текст по столбцам мы, по сути, Excel заставляем проваливаться в каждую ячейку, попробовать найти там разделитель в виде знака табуляции, а его там нету, и Excel разочарованно уходит из ячейки. Но, когда он ее покидает, он говорит, о, числовой формат. И все, ячейки превращаются в числовой формат. Это один из способов. Два способа еще есть в чате. Василий, во-первых, написал про функцию значен. В этом случае просто у нас отдельный столбец появляется, и если, например, снова данных на 50 на 100 тысяч строк, то так себе вариант. Второй вариант предложил Андрей умножить на единицу. И это тоже работает. Но для этого нужно воспользоваться специальной вставкой, про которую, по-моему, я в прошлой части, кстати, чуть-чуть рассказывал. Не помню. По-моему, рассказывал. А может и нет, забыл. Вот, и это действительно тоже можно сделать. Поэтому это вот лишь один из вариантов. В текст по столбцам, про остальные, в общем-то, да, хотя бы вот это вот, если запомнить, уже достаточно. Через VBA, да, Ольга, можно. Вопрос только, смотрите, а зачем это делать с помощью VBA, когда есть вложенные средства? Было, да, Наталья? Спасибо. Я ее вообще забыл. Поэтому, Ольга, я... Нет, безусловно, можно сделать с помощью VBA. Я, честно говоря, этого смысла не вижу. Потому что есть, как минимум, три способа сделать это уже встроенными средствами Excel. То есть это текст по столбцам, это умножение на один, и это с помощью функции значен. Ну, зачем еще в этом случае лезть в VBA? Не знаю. Ну, и последний вариант. Я, наконец-таки, дождался, чтобы мне это прислали. Потому что я сам с этим достаточно тоже часто сталкивался. Но потом данные в сети где-то потерял, и все, взять уже неоткуда. Это пробел, который получается при выгрузке из корпоративных систем. То есть, смотрите, вот так вот выгружается. И тут сумма-то должна быть не 32 миллиона. Потому что 21 плюс 10 плюс 8, это должно быть в районе 40 миллионов. А он суммирует, а нет. Почему? Потому что, когда выгрузили из системы, вот, здесь пробел. Казалось бы, ну, просто выдели данные, замени пробел на ничто. Да? Нет. Вот я выделяю, даже пускай только эти данные. Нажимаю сочетание клавиш Ctrl-H, которое позволяет попасть в окошко найти и заменить. Дальше будет очень интересно. Что вот в поле найти я что поставлю? Я поставлю пробел, прям по клавиатуре щелкаю. Поле заменить на вообще оставляю пустым. То есть, таким образом, вот здесь у меня сейчас пробел поставлен, да? А здесь ничего. Таким образом, по идее, что должен сделать Excel? Он должен найти вот этот пробел, все пробелы. Их убрать, и число превратится в нормальное число, а не текст. Но, да елки-палки, закрыл. Итак, говорю, найди пробел, замени ни на что. Он говорит, нет пробелов. Как нет пробелов, а вот это что, потом не пробел, что ли? Он говорит, нет, нету, извини. Так вот, на самом деле, в Excel порой бывает часто, при выгрузке из корпоративных систем, что оказывается пробел пробел уродь. И есть еще так называемые, я и в Excel, кстати, как-то ставить можно, уж не помню, тоже недавно с этим столкнулся. Есть еще, так называемые, неразрывные пробелы. Да, Наталья, что в этом случае нужно сделать? В этом случае нужно прям взять и физически выбрать любую ячейку с этими корявыми, кривыми пробелами, и прям из строки формул этот пробел скопировать. То есть вот здесь вот я беру его в строке формул, копирую, ну то есть сначала выделяю, а потом копирую, Ctrl-C. Выхожу из ячейки, снова выбираю данные, ну или целиком столбец, это не суть важная. Нажимаю Ctrl-H, найти и заменить. В найти вставляю этот пробел, то есть Ctrl-V. Вот сейчас вот здесь, сейчас я поймаю этот момент. Вот сюда сейчас вставлен этот пробел, который я забрал из ячейки, из той. И говорю, замени ни на что, то есть это оставляю пустой. И вот теперь нажимаю заменить, все. Видите, он говорит, ой, оказывается есть. И сумма поменялась. И здесь само-то число, чисто внешнее, оно не изменилось, потому что здесь сразу был применен числовой формат с двумя знаками, после запятой, с разделителем. Но он теперь это увидел число действительно как число. И сумма, и все вот это сработало. Поэтому простой вариант, который, да, уже написала Наталья, нужно скопировать пробел. Дайте еще раз отменю. То есть встаем в любую ячейку, есть эти кривые пробелы несчастные. Выбираем его, этот пробел. Копируем. Ctrl-C. Выходим из ячейки любым способом, проще всего, Escape. Выделяем данные. Все, может даже целиком столбец, с другой стороны его больше нигде не будет. Ctrl-H. Вот сюда этот пробел вставляем. Ctrl-V. А это оставляем ни на что. Все, заменить. И вот, пожалуйста, видите, все. Теперь работает. Очень длинное число. Для нас суперевризовывать его в числовой формат. Почему-то данную последнюю цифру он обновляет или меняет, как с этим бороться, или бороться при организовании из текста числа. Екатерина, ну тут я сейчас сходу ответить не могу. То есть мне нужно видеть данные. Я сейчас давайте чуть про это тоже попозже скажу. То есть если у вас какие-то вопросы есть, там будут рабочие. Я в конце уже, потому что все, основная тема закончена. Сейчас будет пара организационных моментов и все. Я свою почту покажу. Я ее в чат тоже пришлю. И, в общем-то, вопросики, которые у вас будут рабочие, можно будет присылать мне на почту. В принципе-то на этом основная часть закончена. Осталось пару организационных моментов. Так, давайте еще, Станислав. Есть вопрос про замену символа. Он касается символа. Так, при попытке заменить на что-то он меняется. Да, 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 да. Когда нам нужно заменить звездочку, Станислав, перед звездочкой, то есть если тебе нужно заменить именно звездочку на что-то или найти звездочку на что-то ее заменить, перед звездочкой нужно ставить тильду. Или если ты хочешь найти знак вопроса и на что-то его заменить, тогда перед знаком вопроса нужно ставить тильду. Поэтому попробуйте поэкспериментируйте. Если нужно найти именно звездочку, перед ней нужно поставить тильду. Так, подождите, подождите, не убегайте. Во-первых, спасибо вам огромное, но давайте сейчас напишите, вот есть цифра от 1 до 7, что на ваш взгляд вам показалось самым интересным, что вы, как думаете, начнете уже использовать в работе. Цифры можно одну, можно 2, 3, 5, сколько угодно. Расширенные фильтры-то нашли, 2, 5, 5, 5, 1, 7. Расширенные фильтры, ну, расширенные фильтры, видимо, вне конкуренции. 1, 4, 5, 1, 4, 1 тоже. Так, отлично. Супер, 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 супер. Следующий момент тоже заставить я вас не могу. Кратенько, совсем кратенько. Кстати, пока я буду про это говорить, в каком курсе проходит ВПР на втором уровне. Смотрите, я сейчас в чат скину ссылку на форму Google. Кто у нас был на первом мастер-классе, во-первых, кто был, спасибо вам огромное. Давайте я сейчас кину сразу ссылочку. Это ссылка на анкетку. Огромная просьба, если у вас есть время, есть желание, заполните, пожалуйста, эту анкетку, там не так много вопросов. Прошлую анкету я всю читал вдоль и поперек, и, в общем-то, многое оттуда почерпнул. Поэтому, кто заполнил, имейте в виду каждый ответ я прочитал. Сейчас тоже, если у меня огромная просьба, заполните ее, пожалуйста, а не так-то много вопросов. Для нас это очень-очень важно для того, чтобы дальше думать, в каком направлении двигаться. По поводу того, что у нас происходит в центре, я вот здесь про ВПР ответил, он смотрится на старом уровне. Я здесь в целом использовал тот же слайд, который в первой части, не расписывал конкретные уровни. Я решил это использовать в такой немножечко шутливой форме. Картинка, я ее обожаю, честно говоря, как только первый раз увидел, сразу в нее влюбился. Три стадии отношений с Excel. Первая стадия – ой, ужас, вообще все, ненавижу, чтобы глаза мы не видели. Вторая стадия – ой, оказывается, мне еще так плохо и можно было все делать намного быстрее. Ну и третья стадия – это все, это уже ты погружаешься в программирование, в Power Query, Power Pivot, язык M, DAX и все, пропал, в общем-то, с концами. Так вот, то, что у нас разбирается на первом-третьем уровнях, это позволяет вам пройти первые две стадии. То есть то же самое ВПР, индекс поиск POS на третьем уровне, сводные таблицы на втором, условное форматирование на втором, то есть там много всего разного интересного. Ну а начиная уже с четвертого, да, там, конечно, вещи такие посложнее. Программирование четвертый-пятый уровень, плюс там есть практику, ну и начиная с шестого – все, погнали. Power Pivot – это Power Query. Ну, если в такой форме шутливый, это отобразить, то это выглядит примерно вот так. Если кому-то интересно, мои ближайшие группы, ближайшие – это сплошные второй уровень, 14-15 марта – это вторник, среда, по-моему. 19-26 – это выходные, 23-24 – это тоже будни, уже забыл какие. Ну и 2-9 апреля, там уже третий уровень – это тоже выходные. Контактные данные. Во-первых, я сейчас скину почту в чат. Смотрите, что можно писать на почту. Вопросы, которые будут у вас связаны с Excel, ваши рабочие, но огромная просьба. Если все-таки вы рабочие, вопросы присылаете, присылайте, пожалуйста, с примерчиками. Потому что, когда присылают без примеров, ну, сложно. Сложно сориентироваться, либо там предлагаешь одно решение, говорят – ой, нет, а у меня, у меня, оказывается, вот там еще вот так вот. Ну, я понимаю, есть коммерческая тайна, само собой, куда же без нее. Мне не важны ваши фамилии, ваши значения, сотрудников и так далее. Поменяйте, хоть просто введите одну и ту же фамилию Иванов и везде одни и те же значения. Это суть дела-то для меня не изменит. Мне главное – видеть структуру и главное – понимать, что вы, в принципе, хотите получить. Вот. Что еще? А что еще? Да, вроде из основ... Да, про запись. Про запись я обещал еще разочек сказать. Напоминаю, что запись будет доступна тем, кто является счастливым обладателем S-подписки. То есть давайте, если про S-подписку никто ничего... Ну, то есть те, кто не слышал, давайте я еще разочек сейчас скину ссылку на материалы. И смотрите, для тех, кто самое-самое начало пропустил, в презентации, вот здесь вот на каком-то, получается, на третьем слайде, есть ссылочка на S-подписку. Вот записи будут там, там, причем, ой, что там только нету, на самом деле. Там и мой предыдущий, кстати, мастер-класс, и еще много-много всего по Excel, говорю, что там более 300 вебинаров, семинаров. Поэтому запись будет доступна именно для пользователей с S-подпиской. Хорошо. Давайте тогда, если у кого-то сейчас есть вопросы, я готов постараться на них ответить. Если есть, задавайте, кто уже получил все, что хотел. Ну, как я и сказал, да, у меня редко получается мастер-классы в 45 минут укладывать, и сейчас вот снова, да, на полчаса я вас пересадержал. Кого это не устроило, извините, пожалуйста, но вот так вот, в общем-то, оно получается. Так, Татьяна, как постараться? Давайте я тогда еще разочек отдельно ссылку прямо на сам этот S-клуб отправлю вам. Вот. Ирина больше первого мастер-класса не будет, но запись, запись, она, естественно, есть, да, и она доступна именно вот по S-подписке. А так, повторять, ну, по крайней мере, давайте так, в ближайший год. Когда год пройдет, все забудут, может быть, вернусь я снова к этим темам. Пока, в принципе, не планируется. Так, еще мастер-классы, да, Ольга, безусловно, планируются. Темы, темы, снова, вот первую анкетку я прочитал, плюс-минус, понял, да, что интересует. Сейчас вот если снова много анкеток будет, снова буду оттуда брать информацию. Так-то уже наметки есть. Вопрос в том, проводить мастер-классы можно раз в неделю. Проводить интересные мастер-классы раз в неделю вряд ли. Так, так-так-так-так, когда будут видеоуроки на Ютубе? Ольга. Мне не сказали, будут ли выкладывать это на наш канал на Ютуб. Так, подписка теперь, этот вебинар будет доступен? Андрей, еще разочек. Будет доступен, но именно в S-подписке. Где анкету взять? Елена, сейчас, секундочку. Так, анкетку можно заполнить. Сейчас еще разочек ссылку скину. Так-так-так-так, вот. Так, вам спасибо, всем спасибо, кто потратил свое драгоценное время и желание. Excel, книга рецептов. Да, там пополнять. Да есть уже, Андрей, есть уже. В общем, называется не книга рецептов, а называется библиотека пользователей. Ой, хороший. А, нет, у меня ее нету в бумажном виде. Она у меня только в электронном. Там страниц 2000, что ли. Классная книга такая. Таскать ее с собой протяжело, ну ладно. Да, 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 Наталья, естественно, в любое время. Само собой. То есть, необязательно бежать прямо сейчас. Да, давайте тогда, я пока еще здесь. То есть, если у вас будут вдруг какие-то вопросы, имейте ввиду, что я еще здесь. Для тех, у кого все уже все решили, например, кому еще анкету заполнить, спасибо вам огромное. Пока-пока. Надеюсь, что было полезно. Я пока еще здесь. А как можно почитать книгу в электронном виде? Ну, как? Купить и почитать. Есть второй вариант, который я не буду озвучивать под запись. Я не могу. Так, ссылка на анкетку. Да, конечно, можно. Поэтому я отвечу, как должен. Как почитать книгу в электронном виде? Давайте сейчас, секундочку, я прям попробую это быстро сделать. Да, скорее всего, знаете, где она есть? Она, скорее всего, есть либо где-нибудь на Литресе, либо на Озоне. То есть, она так называется, библиотека. Сейчас, секунду. Пользователя. Ой, бру, какая библиотека-то? Библия. Конечно, слово-то я забыл. Забыл. Библия пользователя Excel. Вот она. Сейчас, секунду. Ну, сразу предупреждаю. Стоит она, как чугунный мост. Вот я сейчас ее вывел на экран. Здесь только печатная. Ну, значит, скорее всего, на Литресе. То есть, вот она, видите, прям, библия пользователя. Исчерпывающего руководства. Оно, правда, исчерпывающее. И стоит. Ну, тут, да, 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 да. Тут они еще, ну, это Озон. Я просто первую попавшуюся вывел, чтобы вы, ну, примерно представляли, как она выглядит. Вот. Само собой это можно где-то поискать. Скорее всего, на Литресе. На Литресе, да, у нас больше всего именно электронных вариантов. Но это прям монументальный труд. Ну, вот эта книга выпускается по каждой версии. По 21-й день я пока еще не видел. Но, может, уже и выпустил. Наверное, еще полтора года прошло почти. Да, да, она огромная. Она примерно, ну, вот, если хотите, у меня есть похожая, да, серия. Я, правда, не знаю, там сейчас не видеть, чего вы видите. А вот у кого сейчас камера включена? Почему я сам себя не вижу? Ну, ладно. Вот, в общем-то, вот у меня есть вот такое, да, это программирование профессиональное на VBA. Ну, это из той же серии. Ну, вот, вот, то есть тут, сколько тут? Ну, вот тут чуть поменьше, тут 800 страниц. Но это прям вот, а та еще больше. То есть, имейте в виду, это прям монументальный труд. То есть, такие штуки, да, они есть, но для кого-то, кстати, они могут показаться избыточными. Это, на всякий случай, имейте в виду. Потому что там действительно много всего, прям про все. Ну, кому-то это не нужно. Ну, кстати, на этом я, наверное, запись-то выключу. Сейчас уже, наверное, моменты, которые не имеет смысл записывать.